Уважаемые слушатели, мы начинаем лекцию, завершающую на сегодняшний день, но не менее увлекательную. Представит лекцию старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Алексей Львович Беглов. Алексей Львович, мы рады видеть вас в участниках зимней школы. Прошу вас. Дорогие коллеги, я продолжу религиозную тему, с которой выступил Евгений Александрович, но из Франции перенесемся в Россию и, собственно, поговорим о судьбах крупнейшей религиозной организации страны, Русской Православной Церкви в 20-м столетии. Тема моего выступления, она у вас на экранах, Православная Церковь в России в 20-м веке перед вызовом секуляризма. Однако, прежде чем начать говорить, собственно, о 20-м столетии, я бы хотел сделать небольшое историческое отступление и сказать несколько слов о том, что же такое, собственно, Православная Церковь, как она появилась в России, какой путь она прошла, поскольку, может быть, надеюсь, что не открою для вас секрет, по сути, православие было спутником российской государственности на протяжении всей его истории в течение тысячи лет. В 1988 году отмечался достаточно широко публично юбилей русского христианства, тысячелетие крещения Руси. Старшее поколение еще помнит этот момент нашей недавней истории. И поэтому, конечно, необходимо сказать несколько слов об этом. Прежде всего о том, что такое Православная Церковь, чем она отличается от, может быть, известной многим церкви католической, как они появились, как разошлись их пути и так далее. Надеюсь, что вы понимаете, что в начале, ну, собственно, в начале христианской эры существовали, можно сказать, единая христианская церковь, да, общины, которые находились на территории тогдашней Римской империи, но не только. Уже на рубеже первого-второго веков нашей эры христианские общины появились и за пределами Римской империи, римской айкумены, в том числе, например, в Эфиопии, а чуть позже в Персии, да, то есть на территории современного Ирака и Ирана, но нас не будем останавливаться на этой ранней истории, да. На протяжении первого тысячелетия христианские общины сохраняли более-менее свое единство, сохраняли общение друг с другом, однако с определенного этапа начались различные разногласия, которые привели к формированию нескольких, скажем так, нескольких христианских сообществ. Я так это обозначу. Первыми заявили о некой своей самостоятельности те церкви, которые у меня на данном слайде обозначены как древние восточные церкви. Это разные церкви, которые не согласились с несколькими решениями нескольких соборов, которые собирались в Римской империи с 4 по 8 век нашей эры. Среди этих древних восточных церквей, которые как бы заявили о своей самостоятельности в этот период, с 5 по 7 века были коптская церковь, эфиопская, ассирийская, армянская. Их гораздо больше, но не будем здесь перечислять все. Даты, обращаю ваше внимание, которые обозначены на этой презентации, это не даты существования соответствующих религиозных традиций, а даты их, как бы, начало их самостоятельного существования, начало их отделения, условно говоря, от некого общего ствола христианской традиции. Затем крупные, ну, религиозные историки церкви говорят о расколе христианства, ну, я бы сказал о расхождении двух частей христианского мира, происходил в 9-13 веках, когда, собственно, христианский мир разделился на восточное и западное христианство, на восточное и западное христианство. Современники этих событий называли эти два мира, пакс ортодокса, мир православный и пакс латино, мир латинский. Сегодня мы бы латинский мир назвали бы миром католическим, потому что именно католическая церковь является, как бы, определяющей культурной и цивилизационной составляющей этого мира. Чем они отличаются? Да, еще раз обращаю ваше внимание, что эти даты, 9-13 века, это процесс этого разделения. Разделение христианского мира был именно процесс, он не произошел одномоментно. Очень часто нам называют одну дату, например, 1054 год, раскол христианских церквей. Нет, это, конечно, был процесс. А в 54-м году 11 века произошел локальный конфликт двух епископских кафедр. Но, как бы то ни было, в начале 13 века этот процесс завершился. Мы имеем дело с двумя различными христианскими мирами. Если восточный мир, восточный православный христианский мир представляет собой, как бы, содружество нескольких, их более десятка сегодня насчитывается православных церквей, здесь у меня упомянуты только пять самых известных, самых старых, самых авторитетных и самых крупных церквей. Из них Московский патриархат или Русская православная церковь занимает пятую строчку в этом диптихе, в этом списке старейших церквей. Так вот, к 13 веку формируется этот православный мир, который, во-первых, представляет собой содружество разных церквей, у него нет единого главы. Во-вторых, что его характеризует? Единая богослужебная традиция, единая традиция богословия, разные при этом национальные языки, да, богослужение совершалось на греческом, греческом, славянском, грузинском и так далее. И как строится, например, в православном мире отношение со светским главой? На принципах так называемой симфонии, согласия двух властей. Католический мир заметно отличался от православного, да, там был единый глава религиозный, римский папа. До 20-го столетия достаточно богослужения совершалось по латыни, очень унифицированные до определенного момента были богослужебные и богословские традиции. И, конечно, очень важная деталь, папа обладал до последнего, до 19-го столетия и светской властью, которой никогда не имели восточные патриархи, да, то есть выступал еще и как государственный лидер папской области, папского государства и, более того, претендовал на политическое влияние над королями Западной Европы. В XVI веке, вы это знаете, происходит великий раскол христианского Запада, происходит реформация, появляются протестантские различные церкви и деноминации. Здесь упомянуты только самые, может быть, известные, да, иранская, иранская церковь, баптистские, адвентистские движения, пятидесятники, которые сегодня очень известны и так далее. Вот та общая, очень приблизительная, очень схематическая картина христианского мира, которая в истории сложилась к сегодняшнему дню. И еще раз обращаю ваше внимание, русская церковь, о которой мы будем говорить, она находится вот здесь, занимает вот это положение. Она одна из нескольких православных церквей, которые, да, вот имеют такие особенности, которые я уже охарактеризовал. Христианство приходит на Русь в конце X столетия. Центральной фигурой здесь является киевский князь Владимир, дата его княжения вы видите на слайде. Нельзя сказать, что христианство на Руси не знали до Владимира, но Владимир после своего крещения в 988 году, это важная дата, начинает проводить политику по укреплению христианской организации на территории Киевской Руси. И, собственно, после окончания его княжения, действительно мы имеем дело с уже как бы оформившейся православной церковью на территории Руси. Не будем вдаваться в подробности, так сказать, дальнейшей ее истории. Обращаю ваше внимание на вот этот очень важный этап. В 1589 году в конце XVI столетия русская церковь, которая к тому моменту была одной из крупнейших, богатейших, а главная была церковью страны, страны православного мира, которая единственная была, имела государственный суверенитет, была независима сама по себе. В этот год московский митрополит получает статус патриарха. Этот статус присваивается ему в ходе довольно сложных дипломатических переговоров с константинопольским патриархом Иеремией. С константинопольским патриархом Иеремией через несколько лет этот статус патриарха признают и другие восточные патриархи. И таким образом русская церковь оказывается в той самой пятой череде других православных церквей. Это место она занимает, собственно, до сих пор. То место, которое я вам показывал в таблице на первом слайде. Следующий очень важный этап в истории русской церкви – это рубеж XVII-XVIII веков, когда Россия из московского царства превращается в империю, империю, претендующую на участие в европейских делах. Да, собственно, император Петр I, дата его правления у вас на слайде, утверждает абсолютистский характер своего правления, да, и в процессе этих реформ проводят и реформы по ограничению самостоятельности русской церкви. На последующий, да, и в ходе этих реформ, в частности, что очень важно, были упразднены, он упраздняет патриаршество, да, введенное в конце XVI столетия, упраздняет церковные соборы, которые регулярно созывались в русской церкви, и заменяет эти церковные самостоятельные структуры по сути бюрократическими государственными учреждениями. На место патриарха приходит святейший правительствующий синод, коллегиальный орган, зависящий от императора. Кроме того, через год учреждается особая должность оберпрокурора святейшего синода, святого чиновника, который контролирует деятельность синода и других церковных структур, в том числе ипархиального управления, например, да, и таким образом на 200 лет церковь оказывается включена в государственный организм и во многом лишена своей самостоятельности, да, и, скажем так, такой утилитарный подход Петра, утилитарный, да, то есть направленный на взгляд с точки зрения пользы государственной, пользы, очень часто интерпретированные как, ну, скажем так, очень грубо, буквально, да, вот этот вот утилитарный подход к религии и церкви на самом деле во многом определяет политику Российской империи на протяжении, большей части, увы, ее истории на протяжении 200 лет, до начала 20-го столетия. В начале 20-го столетия недовольство церковью, причем не только среди епископата, иерархии, но и среди рядового духовенства империан этой ситуации возрастает, и в начале 20-го века историки говорят о постоянно углубляющемся конфликте между церковью русской православной или российской, как она называлась, и империей, и имперским государством. Я не буду перечислять все, так сказать, все направления этого конфликта, они вынесены здесь на слайд, их можно было прокомментировать, но у нас просто нет для этого времени. Да, обращаю просто ваше внимание, что речь шла не только о политической составляющей, но и о самых разных сторонах жизни церкви и империи. Да, речь шла о политической составляющей, бюрократизации церкви, речь шла о таких вопросах, как вопрос о церковном и светском браке, что затрагивало огромную часть населения империи, речь шла о социальных проблемах, например, проблеме сословности православного духовенства и освобождение его от сословных пут, ну и так далее. Да, и этот конфликт, к сожалению, не был разрешен до событий 1917 года, и поэтому, собственно, преобразование в церкви после падения монархии, после отречения императора Николая Александровича Николая II, носили стихийный характер, начались уже в марте-апреле 1917 года и были сконцентрированы, завершены важнейшим событием в истории русской церкви 20-го столетия, а именно Священным Собором Православной Российской Церкви 1917-18 годов, или как его, короче, иногда называют по местным соборам Русской Православной Церкви 1917-18 годов. Я вот с большой радостью показываю вам эту фотографию, потому что она долгое время, она была напечатана в свое время в 1917 году, но недавно найдена в архиве ее негатив, и поэтому мы можем ее достаточно хорошо с вами рассмотреть. Она запечатлела уникальные события. Это 15 августа, это Красная площадь в Москве, если кто-то не понимает, это Кремль, это Кремль, Спасская башня Кремля, это лобное место, так называемое, вот здесь, вот с этой стороны находится Собор Василия Блаженного. Это 15 августа 1917 года, день праздника Православной Церкви, день Успения Божьей Матери по старому стилю. И именно в этот день начал работу собор, поместный собор Российской Церкви, которого не было 200 лет, да, со времен Петра. Петр соборы упразднил, и после этого 200 лет соборов не было. Вы, наверное, видели многие фотографии 1917 года, да, где демонстрации рабочих с различными плакатами, где матросы на броневиках с пулеметами, и так далее, плакаты даешь учредительное собрание, или вся власть советом, да, и так далее, и так далее. Но был и вот такой 1917 год. Здесь, что здесь происходит? Здесь духовенство и члены собора, которых было больше 500 человек, выходят из Спасских врат после литургии, после богослужения в Успенском соборе Московского Кремля, его там не видно, но вот он там находится. Они выходят на Красную площадь, чтобы совершить вот здесь молебен, торжественный перед началом собора, а здесь их ждут верующие, собравшиеся крестными ходами со всех церквей города Москвы. И если мы посчитаем, коллеги пытались посчитать, да, но это считается, количество людей на определенной территории, потом экстраполируется на всю Красную площадь, если мы посчитаем количество этих людей, то там находилось единовременно от 300 до 500 человек, полмиллиона человек при населении города, если я не ошибаюсь, в районе менее 4 миллионов, по-моему, даже еще меньше. Да, то есть это колоссальное событие и в истории Москвы, и в истории страны, и в истории, разумеется, церкви. Но теперь несколько слов буквально о самом соборе. Собор шел больше года. Вот даты, он начался в августе 17-го и завершился в сентябре 1918 года. Работал он в чине трех сессий, которые здесь вынесены. В нем участвовало 564 делегата. Вот их социальный состав, социальная структура. Вы видите огромное количество простых верующих, мирян, которые участвовало в соборе, их было больше половины. Собор представлял все территории русской церкви, все епархии, все губернии. Их было более 60. И это были самые разные социальные страты. Это были епископы, это было духовенство, это среди мирян были самые разные люди. Там были крестьяне, там были рабочие, железнодорожных мастерских, там были солдаты, выбранные на фронтах, там были, с другой стороны, там были члены Государственной Думы, там были профессора духовных академий и университетов. Одним из секретарей собора был выдающийся русский византинист Владимир Николаевич Бенишевич, например, но не только. Да, то есть это была вся страна и в социальном, и в географическом отношении. Кстати, вот тоже недавно найденная фотография. Вот эта фотография была сделана на соборе в начале 1918 года, в начале, так называемой, второй сессии. Второй сессии, когда уже страна уже входила в ситуацию гражданской войны. Мы можем здесь увидеть эти лица, тех людей, о которых я вам говорю. Да, самые разные люди. Важны решения этого собора, поскольку собор имел очень серьезные полномочия по, собственно, устройству заново русской церковной жизни после двухсотлетнего перерыва, после двухсотлетнего имперского периода. Прежде всего было восстановлено патриаршество. Русскую церковь снова возглавлял патриарх, патриарх Тихон. Это произошло в ноябре 1917 года. Кроме того, тогда же на первой сессии было принято очень важное постановление собора определения от 2 декабря, которое представляло собой проект будущего договора с русским государством. Церковь понимала, что будущее русское государство будет светским, и церковь, по сути, отказывалась от статуса господствующей конфессии, которую она имела в Российской империи. Это предполагало ограничение прав и на верующих, верующих других религий. Так вот, теперь этот статус не фигурировал в этом определении. Но, по сути, это был проект договора, проект такого сотрудничества между церковью и государством. Собором была создана новая система церковного управления, и были приняты еще достаточно много очень важных решений, в том числе в которых церковь реагировала на, ну скажем так, изменяющуюся социальную и демографическую ситуацию. В частности, например, было принято очень важное решение об участии женщин в церковной жизни, которое значительно расширяло возможности этого участия. Однако, как вы, наверное, знаете, прямо с этого же самого момента, с начала 1918 года, между церковью и новой советской властью начинает разворачиваться конфликт. Мы можем сегодня задать вопрос, почему, если церковь, по сути, была готова, ну, собственно, она даже это декларировала, отойти от принципа господствующей конфессии, почему этот конфликт был возможен? Да, может быть, его можно было избежать. Однако, если мы... Ответ на этот вопрос для нас станет очевиден, если мы посмотрим на, собственно, советский большевистский эксперимент, как с точки зрения такой, достаточно обсуждаемой сегодня в науке категории, как политическая религия. Советский коммунистический эксперимент, безусловно, представлял собой одну из форм политической религии, которых в 20 веке будет немало. Хронологически это был первый такого рода эксперимент. И по своей сути советская политическая религия ставила, конечно, задачу насильственной, радикальной секуляризации. В каком-то смысле, кстати, идеологи советского эксперимента опирались на французский опыт начала 20-го столетия, на модель радикальной светскости, которая была опробована во Франции с 1905 года, однако, конечно, они пошли гораздо дальше, чем их французские коллеги. Что же такое, несколько слов о том, что такое политическая религия. Политическая религия или религия – это особая форма сакрализации, если угодно, обожествления, идеологии, партии, вождя, текстов, которые описывают соответствующую идеологию, самого политического режима, который создается в результате реализации целей, поставленных этим движением. Вот что пишет один из таких авторитетных итальянских исследователей политической религии, собственно, на примере, в частности, итальянского фашизма, он это делает Эмилио Джентиле. Вот эта цитата. «Политическая религия либо стремится полностью уничтожить традиционные религии, либо пытается установить с ними отношение символического сосуществования, инкорпорировав традиционную религию в собственную систему мифов и верований и отведя ей чисто инструментальную и вспомогательную роль». То есть два модуса, два способа мы видим отношение политической религии с религией традиционной. Первый модус – это уничтожение, а второй модус – это инструментализация, приспособление. В истории нашей страны мы, собственно, дальше отношения советской власти и православной церкви, но и других религий развивались прямо по схеме, которую здесь описал Эмилио Джентиле. Сначала уничтожение, потом попытка инструментализации. Кстати, нужно, сразу оговорюсь, что советский политический эксперимент был не единственной политической религией XX века, но самый ранний. За советским экспериментом последовали эксперименты итальянские, мексиканские, германские, после войны Албания и особенно Китай, конечно, в 60-е, 70-е годы. Но мы сосредоточимся на том, что происходило в нашей стране. Декрет января 1918 года об отделении церкви от государства и школы от церкви начал, как бы, задал этот тренд нового отношения государства, власти и религиозных объединений. Религия объявлялась частым делом граждан, запрещались любые проявления религиозности и, что очень важно и что особенно болезненно было именно в тот момент, объявлялась, отбиралась, объявлялась государственной собственностью все имущество религиозных организаций, в том числе культовые, то есть храмы, монастыри в случае с православной или католической церквами, ну и так далее. Именно этот пункт, хотя не только он, был воспринят верующими очень болезненно, как кощунство, последовали акции гражданского неповиновения, особенно, которых было достаточно много в 18-м году, первые начались уже в Петрограде уже в январе 1918 года, и собственно именно эта точка стала началом разворачивающегося конфликта советской власти и церкви, и религиозных организаций, среди которых православная церковь выступала своего рода лидером, потому что как самая крупная, самая авторитетная и политически, и морально влиятельная сила в тот момент, именно на нее был направлен основной острие удара советской антирелигиозной политики, советского воинствующего секуляризма. Пройду по основным этапам этой политики. После первых столкновений 1918 года следующим важнейшим этапом в отношениях между церковью и религиозными объединениями стала так называемая кампания по изъятию церковных ценностей, которая ситуации тяжелейшего голода началась в феврале 1922 года и длилась до лета 1923 года. В ходе этой кампании была поставлена задача физического уничтожения религиозных организаций и прежде всего православной церкви. На этом слайде я поместил фрагмент цитату из достаточно известного уже в наше время, хотя оно было совершенно секретным, письма Владимира Ленина членам Политбюро Российской Коммунистической Партии Большевиков от 19 марта 1922 года. Прочитайте, я не буду зачитывать целиком эту цитату, чтобы не тратить время, просто еще я суммирую как бы ту мысль, которую Ленин утверждает в этом документе. Он говорит, что мы должны воспользоваться ситуацией голода, когда население, прежде всего крестьянство, не может оказать сопротивление, не может встать на защиту церкви, церквей, мечетей, синагог, если речь идет о Белоруссии, например. Мы должны именно в этот момент нанести такой удар по религиозным организациям, который они должны запомнить на десятилетия. И более того, собственно, он говорит, да, подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Да, в том числе речь идет и о прямых репрессиях. И с этого момента начинается разворачиваться собственно новая, вот тот самый тренд, тот самый модус отношения власти с религиозными организациями, который мы видели в цитате Эмилио Джентиле, да, первый модус отношения политической религии с религией традиционной. Цель уничтожения. Эта задача, эта цель, поставленная Лениным в 22-м году, будет актуально, будет реализовываться властью на протяжении следующего 20-летия, то есть до рубежа 30-х 40-х годов. Что происходит дальше? По своей сути, изъятие, которое власть проводит в 22-м и 23-м году, ну вот это сейчас одна из фотографий, их вообще достаточно много, по своей сути, это было организованное кощунство, да, то есть вызов чувствам верующих, но это был осознанный вызов, поскольку это была осознанная провокация, поскольку власть ожидала, что верующие начнут сопротивляться, и таким образом будут выявлены активные те, кто действительно готов к сопротивлению, они будут выявлены подвергнутся репрессии, да, так собственно реализовывался план, который Ленин озвучил в своем письме от 19-го марта 22-го года. Только по официальным данным в первой половине 1922-го года произошло почти полторы тысячи случаев массового сопротивления изъятию и столкновений с войсками, и столкновений с войсками. В результате за ту же первую половину 1922-го года был организован 231 судебный процесс над церковью по обвинению в сопротивлению, изъятию церковных ценностей, и, соответственно, это интерпретировалось как контрреволюционное деяние. В результате, по результатам этих процессов было расстреляно в этот период около двух тысяч человек. Впервые советская власть расстреливала инакомыслящих не в ходе гражданской войны, не в ходе каких-то, ну, скажем так, собственно, кампаний красного террора 1918-го года, а по приговорам трибуналов, по судебным приговорам. Это был серьезнейший, так сказать, шок, да, для населения и в том числе для верующих. На этой фотографии вы видите петроградский процесс над, по обвинению в сопротивлению, изъятию церковных ценностей. Их было несколько, два процесса в Москве, по-моему, тоже два процесса в Петрограде и значительное число еще в разных городах. Этот процесс, как вы видите на фотографии, примечателен тем, что на нем был среди подсудимых второе лицо в иерархии русской православной церкви митрополит Петроградский Вениамин Казанский, кстати, который занимал самую мягкую позицию в отношении изъятия церковных ценностей. Он считал, что ценности нужно при определенных условиях отдавать. Все равно он был обвинен в сопротивлении, осужден и в августе 22-го года расстрелян с рядом других своих соратников, единомышленников и сослужителей. в 23-м году в определенных условиях кампания по изъятию ценностей сошла на нет, но задача, стратегическая задача по-прежнему оставалась актуальной, задача на уничтожение церкви. Но кроме прямого террора власть прибегала и к косвенным репрессиям, если так можно сказать. Речь идет о социальной сегрегации, то есть об отделении, условно говоря, ну что такое сегрегация, то есть это разделение населения, разделение людей на, условно говоря, чистых и нечистых, на лояльных и нелояльных. В Советском Союзе, Советский Союз, ранний Советский Союз, был построен на принципе социальной сегрегации и на принципе собственно вот, ущемление определенной категории людей в правах. Эта категория называлась в просторечии лишенцами, поскольку имелось в виду, что они лишены избирательных прав. Кто это были? Это были бывшие дворяне, торговцы, бывшие военнослужащие царской армии, служители всех религий, что важно, причем, например, не только священнослужители, например, но, например, и младшие священнослужители, то есть, например, псаломщики для православных церквей, для иудейской традиции не только раввины, но и канторы, то есть те, кто руководят хором, для мусульманской традиции не только имамы, но и муэдзины, да, понятно. Кроме того, это были бывшие осужденные, в том числе по политическим статьям, а с 1929 года и все раскулаченные крестьяне и члены семей всех вышеперечисленных. То есть поражение прав распространялось не только на отцов, но и на всех их потомков, то есть на супругов и детей. Лишенцы были лишены не только избирательных прав, то есть прав избирать и быть избранными. Они не могли работать на государственной службе, получать высшее образование, вступать в профсоюзы и получать пенсию, проживать в крупных городах после формирования в начале 30-х годов паспортной системы, да, формируются так называемые понятия 101-й километр, за пределы которого выселялись неблагонадежные элементы, а также во время действия карточной системы в период первой пятилетки, в первой половине 30-х годов, они не могли получать, не могли участвовать в централизованном государственном снабжении продуктами, да, то есть получать так называемые карточки. И тоже, что важно, их налоги были существенно выше. В частности, священнослужители всех религий в начале 30-х годов отдавали до 75% своего дохода в виде различных налогов, как централизованных, так и местных, да, то есть помимо прямого террористического воздействия была социальная сегрегация. Следующим важнейшим этапом после в отношениях церкви, вообще религиозных организаций и государства после кампании по изъятию церковных ценностей становится период коллективизации и раскулачивания. Не буду сейчас пояснять суть этих процессов, да, надеюсь, что какое-то представление об этом есть. В контексте коллективизации начинается эмассированная антирелигиозная кампания. 8 апреля 1929 года принимается новый закон, постановление о религиозных объединениях, 17 статья которого запрещает любую деятельность, кроме отправления культа, да, то есть благотворительная деятельность, просветительская деятельность, обучение, любое, все это было запрещено, хозяйственная деятельность, все это было запрещено прямым образом и каралось по уголовному законодательству, причем обращаю ваше внимание, что этот закон был отменен, он перестал действовать только в октябре 1990 года. Наряду с декретом, ленинским декретом 18-го года, постановление 29-го года было вторым важнейшим государственным законодательным актом, по которому жили религиозные объединения в советский период. В ходе коллективизации высылаются тысячи служителей культа, всех культов, и закрываются от 40 до 90 процентов церквей и других молитвенных зданий. Репрессиям подвергаются уже не только духовенство, как было обычно в начале 20-х годов, но и активные миряне. Теперь гонением подвергаются все религии, в том числе ислам, иудаизм и так далее. Ну, это вот один из примеров таких плакатов, которые активно очень распространяются в начале 30-х годов. В каком-то смысле это тоже, безусловно, карикатура. Их было очень много, они очень разные, здесь я только один. Ну, что мы видим с вами, да? Что служители всех религий мешают рабочим въехать в социализм. Вот туда вот он, в социализм, они едут на трактор. Ну, реальность была примерно такая, да? Это вот, собственно, довольно известная фотография, собственно, коллективизации. Да? Раскулаченная семья, которую выселяют из своего дома. Причем понятно, что это только часть семьи. Вот они сами увозят этот нехитрый скарб на этой тележке. Понятно, что это только часть семьи. Здесь, видимо, бабушка с внучкой, а родителей этой девочки уже нет, поскольку, видимо, они высланы под так называемой первой категорией в очень отдаленные территории. Север, Сибирь, Казахстан и так далее. Как современные, собственно, историки, изучающие этот период, как продолжение репрессивной волны периода коллективизации рассматривают и так называемый большой террор 1937-38 годов, поскольку знаменитый приказ по НКВД 00447, открывший период так называемых массовых операций, по своей сути именовался кулацкой операцией, поскольку был направлен прежде всего против бывших ранее раскулаченных христиан, которые стали возвращаться на место своего жительства. Что мы должны с вами вспомнить о массовых операциях 30-х годов? Прежде всего, что два момента. Первый момент, что они были, что это репрессии по категориям, не за совершенные преступления, а потому что тот или иной человек относился к той или иной категории, так называемой учетно-списочной категории, а второй момент, что они шли по квотам. Какие категории имелись в виду? Вот эти. Бывшие кулаки, церковники, сектанты, бывшие белогвардейцы, реэмигранты, то есть те, кто вернулись на родину из эмиграции, бывшие осужденные уголовники и асоциальные элементы. Самое примечательное, что верующие и духовенство могли оказаться среди любой этой категории. Высланный сельский священник во время коллективизации или, например, мула оказывался в первой категории. Ну, соответственно, церковники, сектанты, это понятно, тут даже можно не комментировать. Бывшие белогвардейцы. На этой фотографии пример, собственно, именно этот случай. На этой фотографии представитель старого русского дворянского рода, Ширинских-Шахматовых, который в конце 20-х годов принял монашеский постриг, тайный монашеский постриг. Правда, потом он вышел на нахитительное служение с именем Никола. Он был арестован и заключен в лагерь уже в 1931 году. вышел в 1936-м, и в 1937-м он был арестован и, так сказать, обвинен в антисоветском заговоре именно как бывший дворянин. Не как священнослужитель, хотя он был, ну, мы видим, что, собственно, он в рясе, в подряснике на этой фотографии, последняя фотография из его дела. А как бывший дворянин, да, как белогвардейский, именно за участие в белогвардейском заговоре. Вот прекрасный пример того, что, собственно, священнослужители оказываются и в этой категории. Кстати, по этому же делу проходил известный русский поэт Николай Клюев. Они все были расстреляны в Томске в 1937 году. Ну, ранее осужденные, это тоже понятно, огромное количество духовенства было тоже ранее осуждено. И асоциальные элементы, это, ну, например, все бывшие монахи и монахини. Они квалифицировались как асоциальные элементы в этот период. Что такое по квотам? Центр спускал план в области, соответствующим управлением Наркомата внутренних дел, НКВД, который они даже, план по репрессиям, который они должны были выполнить. Но дело тут даже было в том, что в течение этих полутора лет, что шли массовые операции, квоты эти постоянно повышались. Вот одна из таких шифровок из города Кирова, Вятки, с запросом на увеличение квот на первой категории – это расстрел, а вторая категория – это заключение влаги. Мы видим здесь две резолюции, красным карандашом резолюция Сталина об увеличении квоты, не на 300, а на 500 человек по первой категории. И здесь же подпись Вячеслава Молотова с синим карандашом. Итоги массовых операций на этом слайде. Мы должны понимать, что некое представление о том, что так называемый большой террор затронул прежде всего советскую элиту, партийных деятелей, деятелей культуры, армии и так далее. Это представление в корне неверно. Оно восходит к так называемому секретному докладу Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде. Но сегодняшние наши знания об этом дают понять, что эта категория, советская элита, среди жертв массовых операций составляла примерно 5-7%. Правда, там была своя зависимость от региона, но это другой уже вопрос. Главными жертвами массовой операции были простые люди. Недаром же самая крупная из них называлась именно антикуладской операцией. При этом, как ни парадоксально, все 20 лет, начиная с 1922 года, власть последовательно осуществляет задачу по уничтожению религии в советской стране. И при этом, как это ни парадоксально, она терпит неудачу, поскольку огромное количество верующих продолжает жить подпольно, условно говоря, нелегально, в самых разнообразных формах. Мне пишут о том, что пора заканчивать, поэтому я очень быстро пройду по остальным нашим вехам этого пути. Во время войны власть отходит от первого модуса отношений с традиционными религиями от уничтожения и переходит к их инструментализации, то есть приспособлению. В основе этого курса были сугубо прагматические цели. Прежде всего, цели, связанные с интересами внешней политики. Но действительно, репрессии были остановлены. Это позволило церкви и другим религиозным традициям выжить и установить некий модус вивенди, и сосуществование советской власти. Правда, конечно, и репрессивные волны повторялись в последующем, в частности, в эпоху так называемых хрущевских гонений, хотя вы видите статистику соответствующую, хотя здесь, конечно, к жестокости 30-х годов возврата не было. Но здесь тоже были свои очень изощренные формы преследований. В период так называемого застоя ситуация несколько стабилизируется, но закрытие храмов и жесткий контроль над внутренней жизнью церкви и других религиозных традиций продолжается. Однако в этот период возникает совершенно парадоксальное явление, которое, я обращаю это ваше внимание, постоянно присутствует в рамках советского периода, возникает как бы новое религиозное возрождение, религиозное движение. В церковь приходят новые люди, молодые люди, люди, выросшие не в религиозной среде, а наоборот в советском атеистическом окружении, которые в ходе своего духовного поиска пытаются найти в том числе и религиозный смысл. Часть духовенства откликается на этот запрос самого разного духовенства. Это все происходит очень непросто. Некоторые из этих пастырей заканчивают жизнь достаточно трагически. Но постепенно, собственно, в этой ситуации отношение церкви и власти приходит к второй половине 80-х годов, когда в условиях кризиса советской социально-политической системы церковь оказывается способна выйти из рамок того гетто, в которое она была заключена. Происходит это в ходе, собственно, этих вот торжеств, связанных с празднованием тысячелетия крещения Руси летом 1988 года. Этот процесс, да, если первая половина 20-го столетия находилась в контексте процесса становления политических религий, который был общий, характерный не только для России, но и для других государств 20-го столетия, то возвращение религии в общественную жизнь также находится в русле мирового тренда, который американский социолог Питер Бергер назвал процессом десекуляризации, процессом возвращения религий в общественное пространство. И завершить нашу сегодняшнюю встречу я бы хотел вот этой цитатой из Питера Бергера, в которой он говорит, что мир 20-го века оказался, несмотря на все ожидания, о смерти религии оказался столь же яростно религиозным, как и мир предшествующих столетий. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Львович. Если есть вопрос, то можете задать. Есть у нас один вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Джиа Сен Пан. Я сейчас учусь в МГЛ, и у меня такой личный вопрос. Ну, как для вас, как значит Ленин? Ну, например, когда я читала рассказ, там она читала Лидия Скриобина, ну, там она считала Ленин, как, как сказать, уникальный вор, паровка, и поэтому я хотела спросить такой личный вопрос для вас, как значит Ленин? Как иностранцы, мне это интересно. Да, Ленин. Спасибо за вопрос. Ленин, безусловно, это фигура, одна из центральных фигур того социально-политического эксперимента, который он пытался реализовать в России. Безусловно, он один из главных, собственно, идеологов этого эксперимента, ну, и практиков, разумеется, и ответственных за его последствия. Вот, и если уж мы говорим здесь о контексте, о советском эксперименте, о советском секуляризме, как о политической религии, то, безусловно, Ленин – это, так сказать, один из авторов советской политической религии, да, которую он достаточно успешно, со своей точки зрения, реализовал на российском поле. Да, очень коротко, пожалуйста. Спасибо. Извините, пожалуйста, я хочу бы знать, какие важные, как это называется, какие факторы очень влияли или повлияли на разделение христианской церкви на две части, то есть католическое и православное. И еще я хочу бы знать, вот, какие еще факторы вот негативно повлияли на отношения между православной церковью и российской вот властью. Начнем с первого вопроса, постараюсь быть кратким, хотя это немножко другая тема. Еще раз подчеркну, расхождение православного и католического мира – это процесс, который занял несколько столетий, да, значит, и в этом процессе было несколько факторов. Здесь был фактор политической конкуренции, да, Константинопольского и Римского патриарших престолов. Здесь был фактор богословский, да, проблема так называемого филиокве, которая появляется, да, то есть формула о том, что Дух Святой исходит не только от отца, но и от сына, который появляется в западном богословии в эпоху кролингов. Ну вот, да, это очень для Востока было неприемлемо. Здесь был фактор, скажем так, церковно-культурный, да, потому что это были разные культурные традиции, например, традиция разного совершения Евхаристии. На Западе использовался так называемый пресный хлеб, да, обладка, на Востоке дрожжевой хлеб, то есть это, условно говоря, такая пышная булочка используется, если так можно сказать, при совершении богослужения. Это имело богословские интерпретации, да, вот эта разность, да, культурная разность, которая, конечно, тоже отдаляла Восток и Запад друг от друга. Но, наверное, да, кроме того, конечно, очень важным фактором, ну, я это уже сказал, да, политический момент, момент римского примата, притязания римского епископа на некое особое статус, главенство среди христианских епископов. Это, конечно, тоже было очень важной составляющей этого расхождения Востока и Запада. Но, должен сказать, что финальной точкой в расхождении христианского Запада и христианского Востока стали крестовые походы. Крестовые походы стали, ну, собственно, 11-го, 12-го, 13-го веков, стали той, как бы, ситуацией, ситуацией столкновения, встречи Востока и Запада, когда их раскол стал неизбежен, когда на территории захваченной Палестиной, Святой Земли, крестоносцы установили, как бы, не освободили местных христиан от мусульман, а установили свои государства, установили свои главные патриархаты латинские, по сути, изгнав православный епископат с этих территорий. Это, конечно, нанесло очень существенный удар по, как бы, вот этому единству. И последний, гвоздем в крышку гроба христианского единства, конечно, стал четвертый крестовый поход, взятие Константинополя в 1204 году. И, собственно, после этого уже единство христианского мира, оно, как бы, сверху донизу дошло, да, то есть, если более ранние конфликты были конфликтами только епископов, верующие просто не знали о них, то после четвертого крестового похода это раскол прошел от епископата до последнего, так сказать, христианина, да. Кстати, примечательно, что только после XIII века, в XIII веке на Руси появляются антизападные, антилатинские тексты. До этого их просто нет. Русь жила в едином христианском пространстве, несмотря на то, что там в XI веке что-то произошло. По поводу, наверное, власти, отношений власти и церкви в России в конце XX столетия, давайте я так отвечу на этот вопрос, более общо, да. Дело в том, что после завершения советского периода совершенно очевидно, что, ну, собственно, это было декларировано и властью многократно, и при первом президенте Российской Федерации, и при действующем президенте Российской Федерации, что возврата к вот той антирелигиозной в том числе и репрессивной политике в отношении к своим гражданам в стране, ее не будет, это неправильно. Поэтому новые отношения религиозных объединений и власти, они как бы начали строиться с нуля, да. Они строятся достаточно сложно, потому что очень часто идут методом проб и ошибок. К сожалению, должен констатировать, что обе стороны не обращаются к историческому опыту. Например, никто не анализирует проекты государственно-церковных отношений, которые были у христиан и у мусульман в начале XX столетия. Да, к тому же вот определению Поместного собора XVII-XVII годов, где совершенно ясно, что церковь уже мыслит себя в контексте светского государства. Но, конечно, не воинствующего секуляризма, они этого еще не могли представить. Вот, этот процесс, как бы выработки новых форм, идет путем проб и ошибок. Да, он как бы нащупывается обеими сторонами. Я думаю, что на определенном этапе он должен, конечно, обрести правовую форму. Форму определенных законодательных соглашений, которые бы четко описали сферу самостоятельности одних и сферу компетенции других. Алексей Львович, огромное спасибо за содержательный ответ. Мы благодарим вас за участие в нашей исторической школе. Спасибо огромное. Поблагодарим лектора. Работа нашей школы продолжается. В 17 часов у вас...